Второе действие, которое омолаживает человека, продлевает жизнь, это пост на воде. Понимаете, максимальный пост, который полностью очищает весь организм, это 2,5 суток. Вы не сможете такой пост делать сразу. Можете поститься с вечера до обеда, это полсуток, полсуток пост. С него можно начинать. Постепенно человек должен увеличивать до хотя бы полтора суток пост, хотя бы сутки поститься. Раз в неделю, две недели, сутки можно поститься. Раз в месяц, два с половиной суток, чаще не надо. Но реально, есть три кита здоровья. Понимаете, самое лучшее, что можно сделать для здоровья в начале, это длительное непрерывное движение. Это ходьба или бег. Мужчинам я все равно рекомендую бег все-таки. Ну, конечно, не в пожилом возрасте, а более-менее молодым. А женщинам ходьбу, потому что женщинам тяжело бегать. Но есть женщины такие, спортивного склада, вот как вы, например. Можете бегать, у вас получится. А? Я начал бегать пять лет назад. Я пробежал пятьсот метров и задохнулся, хотя я всю жизнь занимаюсь йогой, пост соблюдаю. То есть я не делал вот этого третьего, длительного движения непрерывного. И я заметил, когда я между двумя терминалами в Шереметьево пробежал, на самолет опаздывал. Я задохнулся. Я думал, ничего себе, это что, это я инвалид, что ли? Я реально не смог пробежать там семьсот метров. Я начал бегать по пятьсот метров и задыхался. То есть я упустил время, то есть мне было пятьдесят лет. И я понял, что я сильно потерял в жизни, потому что я не делал этого. А постепенно я начал бегать шестьсот метров, семьсот. В общем, за год, ну я бегал каждый день понемножку. За год я дошел до пяти-шести километров где-то, я уже точно не помню. И я начал бегать через день, потому что каждый день нельзя бегать уже на такие дистанции. Потом ко второму году я бегал уже двенадцать километров. И через два с половиной года я дошел до дистанции 16-17 километров. Это примерно у меня уходит час сорок шесть, сорок семь. Ну то есть сейчас, потому что я бегаю уже быстро. Раньше, когда я начал бегать, я бежал, ну практически как я хожу, то есть очень медленно. Сейчас я бегаю где-то девять-двести километров в час. Ну примерно так, это нормальная скорость для легкого бега, такого оздоровительного. Ну а что произошло в моем теле за эти пять лет? У меня проболели все суставы, начали с ног. То есть я вот бегал, у меня начали болеть колени, они проболели и не болят. Потом проболел весь позвоночник, голова, сердце, все внутренние органы. Сейчас я пробегаю 16 километров, мне ничего не болит, я как конь. Бегаю. Мне 55 лет, я чувствую себя как будто мне 45. Ну примерно на 10 лет моложе, я чувствую по ощущениям. Вот, потом так я разбегался, когда начал ходить в фитнес, начал тоже вес, с весом заниматься. Тоже это оказалась неплохая вещь для здоровья, потому что тренируются мышцы, пресс там, грыжи не лезут. С возрастом же все лезет, что не попало, пены грыжи там, что хочешь. Вот. Ну то есть я начал бегать в 50 лет, да? Недавно в одном святом месте я решил отбежать, это святое место, там было 22 километра по периметру. Я бежал и ни в одном глазу. Нормально себя чувствую.